Светлана Александровна Светлана Александровна Александра I почти сразу после восшествия императора на престол в марте 1801 года, так что 1901 год ровно 100 лет исполнилось Государственному совету, и вначале он находился не в этом помещении, а в Зимнем дворце. Сюда, в Мариинский дворец, он переезжает в 1885 году и до революции 1917 года, именно здесь, в этой ротонде и находился. Репин, когда приступил к написанию этой картины, он был уже совсем немолодым человеком, ему было 57 лет, и у него очень болела правая рука. И когда где-то за месяц до этого юбилейного заседания, в апреле 1901 года он получил такое задание, он согласился, но только с одним условием, чтобы ему разрешили взять в помощники своих учеников. А как вы думаете, почему он не известных уже состоявшихся художников пригласил, а двух своих, правда, лучших, конечно, но учеников? Мне кажется, потому что они его понимают. Они его понимают совершенно верно. Это его школа, это его манера, потому что манера написания портрета. Один художник, его мастерская пишет в одном стиле, тут мы видим такой более свободный стиль, живописный. И ученики эти Иван Куликов и Борис Кустодиев, вам хорошо известный будущий автор «Купчихи за чаем», они приступили к подготовке вместе со своим учителем, они готовились еще до этого торжественного момента. Ну а потом они поделили обязанности. Если Репин потом на завершающем этапе писал героев в центре, художник Иван Куликов, ему было 26 лет всего-то навсего, он писал персонажей с левой стороны, а Борис Кустодиев, которому тогда было 23 года, он писал всех героев справа. Ну и, естественно, потом своей рукой учитель все дорабатывал, то есть своей рукой Репин прошелся по всем героям этой картины. Они пришли в этот зал заседания еще за несколько дней впервые, и они стали сначала пустую ротонду писать, делать эскизы. И Репин, и Куликов, и Кустодиев. Потом они сравнили, и появился общий эскиз, примерно 40 сантиметров на 90 сантиметров вот такого формата. Эта заготовка уже была, то есть вот эти интерьеры уже были написаны к тому дню, когда торжественное заседание должно было состояться. Репин, конечно, очень волновался. Он не спал, он пришел весь бледный на это юбилейное заседание, он пришел в смокинге, что для него, в принципе, не характерно, с бабочкой такой весь нарядной, потому что на самом заседании, которое продолжалось совсем недолго, нужно было вот это пустующее пространство эскиза быстро-быстро заполнить людьми. И его помощники Куликов и Кустодиев, они пришли с большими листами ватмана, все это поставили на мольберты, они взяли в руки карандаши, и они также очень быстро работали. А еще принесли фотоаппарат. В 1901 год фотографическое искусство уже существовало, поставили на треножник, и Репин впервые сделал фотографию, впервые для себя. И фотография получилась очень удачная, он ее потом тоже использовал при работе. Он работал виртуозно быстро, хотя рука болела, как мы говорили, но он смог собрать всю свою волю в кулак. И когда чиновники уже стали подниматься с мест, когда это торжественное собрание завершилось, они потом отправились в дворцовую церковь, на молебен. Уже эскиз был готов, и Репин остался очень доволен своим эскизом. Ну а потом вместе с учениками они приезжали каждый день, они сидели на заседаниях. Он сделал еще два альбома всевозможных зарисовок. Ну а потом чиновники разъехались на летние каникулы. Но Репин не бездействовал летом. В июле месяце автомобиль привез огромный холст в Мариинский дворец. Все это было в квадратном кабинете размещено, он был натянут на подравник. И Репин вместе с учениками, они вначале что делали? Так же, как эскиз. Они пустое вот это помещение. Они начали уже весь верх. Еще людей не было, люди еще не вернулись в каникул, а уже весь верх был готов. Когда в сентябре месяце чиновники вернулись с летних каникул, Репин приступил ко второму этапу. Каждый человек приезжал вновь в Ротонду по очереди, и художник писал вот эти живописные этюды. Он писал каждого человека, только он не создает в то время портреты Николая II и председателя Государственного совета великого князя Михаила Николаевича, потому что их портреты он писал отдельно, еще задолго до того, как начинает работу над торжественным заседанием. Поэтому портреты двух людей у него уже были заранее, но получается 79 человек, все остальные, они приезжали и позировали. И вот когда в одиночестве приезжали, а когда художник просил одного и того же человека приезжать еще и еще, и их писал в группе, вот скажем, соседей по залу заседания, чиновники не все замерли, как вы передо мной, они, кто-то разговаривает шепотом, кто-то отвернулся в нашу сторону, кто-то с соседом своим взаимодействует, поэтому по одиночке, конечно, многих он писал, но кого-то нужно было писать вместе. Ну и Репин попросил сделать ему список, кто с какими орденами был, у кого какой наряд был в тот день, 7 мая, и он постоянно с этим списком соизмерялся, он им руководствовался. Но вы знаете, что интересно? Это, конечно, то, что было, но с другой стороны, тут есть элементы фантазии художника. Он совместил как бы два действия. С одной стороны, еще идет выдача наградных медалей, а эта выдача была до торжественного выступления Николая II. Почему он совместил? Потому что во время выступления императора, в принципе, все чиновники должны были, как вы передо мной, опять же, вот я повторяю это, вот так сидеть и смотреть на Николая II. И Репин, когда предварительный эскиз написал, он понял, как это скучно получается. Никто не стоит, никто как-то все в одну сторону смотрит. И он решил действовать. Он, во-первых, решил статус-секретаря Государственного Совета изобразить графа Гобринского. С правой стороны тоже стоит фигура, его помощник, его заместитель. Здесь мы видим в центре стоит руки по швам государственный секретарь барон фон Плеве стоит перед Николаем II. Они создают такой треугольник, как вы, наверное, обратили внимание. Два героя стоят на переднем плане, а вот барон фон Плеве на заднем плане. И что это создает? Какую иллюзию? Какого пространства? Треугольника? Нет, но заднего. Конечно, вот глубокого, да? Это не какая-то условная театральная декорация. Мы чувствуем, что это просторный зал. Благодаря вот этой фигуре на заднем плане и этим фигурам действительно этот треугольник зрительно создает ощущение перспективы реального глубокого пространства. Ну и очень интересно, император, когда ему на согласование предварительный этюд, он его одобрил. Николай II, он был очень тонко чувствующим человеком. И он понимал, что да, в принципе, художник изобразил не так, как было на самом деле, но он понимал для чего. Для ощущения жизни, чтобы не было это такое, вот как фотография, по сути дела, которая уже существовала, а чтобы именно художественное произведение было. А чиновники, когда им показали предварительный вариант, они очень громко возмущались. Как так? Император зачитывает указ. Я, дескать, отвернулся от него, или я беседую с соседом, или я в полоборота к зрителю обращен, или кто-то там вообще хаотично двигается по залу заседания, когда звенящая тишина должна быть, и никто не должен вставать с своих мест. Но император понял задумку художника, для чего эта вольность была сделана, и он разрешил именно такой вариант, который в итоге дошел до наших дней. Ну, все чиновники позировали, как мы говорили, он писал каждого человека отдельно. И, в принципе, это произведение уже через год, к лету 1902 года, было завершено, по сути дела. Борис Кустодиев в письмах своей невесте Юлии, он вспоминает, что вот они думали, ученики Репина, что еще немного, и задание будет выполнено. Репин потом еще целый год, до 1903 года, дорабатывает, кого-то вновь вызывает заново, что-то переписывает. И вот торжественная презентация этой картины состоялась 4 января 1904 года. Мариинский дворец на несколько дней открыл свои двери для всех желающих посмотреть эту картину. И это был настоящий триумф. Так что великий художник, художник, который написал столько большеформатных произведений, вот это последняя в его жизни, такая вот серьезная, ответственная, большеформатная работа. Кто главные лица, самые интересные, которые присутствуют на этой картине? Николая II мы увидели. Тут он председатель, потому что заседание юбилейное. Но в обычные дни председателем был великий князь Михаил Николаевич. И он сидит с правой стороны от императора. Ну а с левой стороны от него молодой человек, смотря в сторону Николая II, это его младший брат, великий князь Михаил Александрович, в пользу которого в 1917 году император отречется от престола. Рядом с великим князем Михаилом сидит такой вот уже не очень молодой человек, дядя Николая II, великий князь Владимир Александрович. Он был президентом Императорской академии художеств. Он руководил Санкт-Петербургским военным округом. Так что он совмещал как бы две должности. Но самый интересный персонаж переднего плана с белой и седой бородой – это известный географ, председатель Императорского географического общества Петр Петрович Семенов-Сеньшанский. А между белыми колоннами первый и второй на фоне малиновой стены сидит и на нас смотрит с такой клинообразной бородкой. Вы, наверное, обратили внимание, Сергей Юлевич Витте – знаменитый политик. В то время он исполнял обязанности министра финансов. Ну и еще персонаж очень интересный. Вот так вот руки сложил в круглых очках между второй и третьей колоннами. И он на нас смотрит. Его лицо немножко напоминает такую маску застывшую. Увидели его, да, в круглых очках? Это оберпрокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев. Эта работа висела в Мариинском дворце в зале заседаний до революции 1917 года. Потом эту картину перевезли в музей революции. Там она находилась до 1938 года. Ну а в 1938 году она переехала сюда, в русский музей. Мы для нее сделали вот это очень удачное пространство. Верхний свет для большеформатных живописных произведений. Верхний свет самый удачный. И мы покрасили стены примерно в такой же тон. Темно-красный, малиновый. Чтобы вот это ощущение реальности происходящего еще и еще усилить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok